Десяти. Можно, если нужно. Геннадий Гудков выходит с Грэмом на прямую связь. Геннадий Владимирович, здравствуйте. Да, Аня, я приветствую вас и, конечно, всех-всех зрителей, которые нас видят и слышат. Много вопросов пришло к вам в нашем телеграм-канале, но хочу начать, конечно, с ПАСЭ. Она не признала легитимность Владимира Путина. Вы лично присутствовали в парламентской ассамблее и участвовали непосредственно в принятии этого решения, насколько я понимаю. Ну нет, нет. Чего это стоит? В принятии решения участвовали депутаты Совета Европы, которые голосовали, конечно. Мы участвовали в дискуссиях внутренних, мы участвовали в беседах с авторами их резолюции, мы участвовали в диалогах с различными парламентскими группами, даже какие-то поправочки внесли небольшие в эти резолюции. Но парочку поправочек удалось в российской стороне включить. Нам, кстати, были благодарны, про них просто забыли, про эти пункты. Вот. Поэтому нормально. Вот мы действительно там провели два дня на этой парламентской ассамблее полностью рабочих. Но принимали решения, конечно, те депутаты национальных парламентов, которые имели на это право. Мы им просто могли что-то посоветовать, делать или не делать. Не более того. Участвовали в процессе, хотела я сказать, может быть, я не так сформулировал. Ну да. В рабочем процессе участвовали, да. Ну вот чего это стоило? И что это даст, на ваш взгляд? Вот мы это очень долго обсуждали и за кадром, как говорится, и офф-рекорд с самими депутатами ПАСЭ. И вот мы там спорили, а кто же все-таки важен больше? У них же там есть какая-то такая, ну, дружеская конкуренция. Европейский парламент или парламентская ассамбле и сайта Европы. Ну и вроде там даже один депутат говорит, ну, наверное, парламент важнее, они же законы принимают. Его товарищи даже перебивают. Это европейские депутаты. А мы, депутаты национальных парламентов, мы формируем политическую обстановку. Мы являемся мерилом и бороем политических настроений наших избирателей. В первую очередь мы являемся, как бы, так сказать, критерием моральных и юридических оценок. Поэтому значимость, ты типа, давай, не работай на наших оппонентах, но конкурентов. И вот действительно, парламентская ассамбле и сайта Европы, она, кто там ее представляет? Национальные делегации. Национальные парламентские делегации. То есть это люди, которые находятся, ну, скажем так, в представительной власти своих стран. И они отражают мнение избирателей. 46 стран, плюс там еще, наверное, полтора десятка наблюдателей. Наблюдатели там и Казахстан, и Армения, и Грузия. Там даже есть какая-то община северного Кипра, турецкий. Кого там только нет. Мне довелось встречать с канадской делегацией большой, довольно-таки парламентской. Я вот даже сейчас не спрошу, являются они членами Совета Европы, или они качественные наблюдатели. Но в любом случае, они о кем-то тоже принимали участие. Носили свою лента, поскольку в Канаде большая диаспора украинская. И Канада традиционно представляет ее, поддерживает, озвучивает. Это тоже важно. Вот, поэтому, действительно, это общее настроение Европы. То, что мы увидели, услышали, общее настроение Европы. И вот я там разговаривал с вице-президентом парламента. Он говорит, слушай, у меня такое ощущение, если я сейчас включу в текст резолюции, что распустите все парламенты, все проголосуют за, потому что настроение такое. Мы вообще не слышим ни одного голоса против этих резолюций. То есть, они как бы обречены на принятие. Еще вот мы можем сказать это до всякого дискуссии, до голосования. И, действительно, когда эти резолюции были рассмотрены уже во второй половине, не было никаких выступлений против, не было ни одного голоса против. И, как мне сказали депутаты, ты знаешь, в чем? Да задолбал путинский режим, уже все от него устали. Уже все, так сказать, созверели. Все уже не хотят о нем не слышать, не видеть его и прочее, прочее, прочее. Поэтому Путин потерял вообще все голоса от поддержки, всех союзников внутри ПАСЭ. А он не там был. Ну, там та же национальная делегация в Венгрии. Мы же знаем позицию органов. Там та же национальная делегация в Словакии. Мы же знаем, какие там процессы идут. Та же национальная делегация в Болгарии, где Путин набрал сейчас 37% той или иной степени поддержки в результате последнего социологического опроса. И там есть партия, прямо поддерживающая Путина. Она там четвертая в парламенте по набранным голосам возрождения. То есть, ни одного голоса против. То есть, абсолютно единодушное осуждение путинского режима. Абсолютная единодушная точка зрения на убийство Навального путинским режимом. На внутреннюю политическую ситуацию. На огромное количество полициключенных. На включенный маховик уже, можно смело говорить, массовых репрессий. И так далее, и тому подобное. То есть, Европа устала от Путина. Европа уже не хочет о Путине ни думать, ни слышать, ни общаться, ничего. Это, в общем-то, достаточно... Это впервые в истории. Такого еще не было. Вот такого настроя еще не было. Это говорит о том, что меняются акценты. По крайней мере, совершенно точно и в Европе, и в тех странах, которые с Европой взаимодействуют. Я имею в виду вот эти группы, там, стран-наблюдатели и так далее. Мы там общались, немного поговорили с Кагаской, с Казаккой, делегацией там, с рядом других. Но, в общем, настроение-то не в пользу Путина. Совершенно точно не в пользу путинского режима. Это тоже важно. Это очень важно, потому что это потом отразится в действиях национальных парламентов. Мы встречались с делегацией, казалось бы, небольшая страна, небольшая делегация, Люксембург. Так, оказывается, они идут впереди в авангарде, значит, принятие жестких мер против Путина. Они являются там таким хорошим детонатором вот этих процессов. Они свои обязательства в парламенте приняли совсем недавно, еще до ПАСЭ, с жестким осуждением этих выборов и непризнанием их итогов. То есть, иногда мы получаем такую вот поддержку и понимание вот этих процессов. Даже совершенно неожиданно. Вот, ну, Лексембург. Ну, понятно, что небольшая страна. Ну, кстати говоря, самая богатая. Самая богатая, одна из самых богатых в Европе. И где там огромное количество российских денег, кстати, между прочим, Бельгия, Лексембург. Это страны, которые держат огромные заморозки, огромные активы российские. Так получилось. Поэтому, конечно, очень важна позиция даже вот таких малых стран. Очень важна. Я уж не говорю там про Германию, про Францию, про Италию. Италия, вот Италия, мы почувствовали изменение настроения в Италии. Италия вроде бы как своим делами занималась, Испания как бы своим делами занималась. Там Испания занималась, значит, латиноамериканскими все этими государствами. Италия там больше смотрела по северу Африки и так далее. Сейчас они начали всерьез, вот прям совершенно меняется настроение. В Италии, в Испании в отношении пульского режима. И никогда, в общем, они никогда не были активны в этом вопросе. А сейчас они начинают совершенно по-другому говорить, рассуждать и действовать, самое главное. Вот, поэтому можно, конечно, отмахнуться. Но я бы не стал недооценивать вот этот важнейший политический институт Европы, объединённый Европой. Но Владимир Путин отмахнётся, как вам кажется? Отмахнулся ли он уже от этого решения? Насколько вообще это имеет какой-то эффект? Только ли репутационный, учитывая, что репутация Владимира Путина уже давно... Нет, нет, конечно нет. Ну, конечно нет. Это же и торговые отношения. Это же и санкции. Это же масштабы объёма помощи в Украине. Это же и в конечном итоге грядущая выработка общего плана по России. Чего пока ещё нет, но это понимание начинает в головах формироваться. Но план по России очень простой. Нужно сделать так, чтобы Россия больше не представляла угрозу для всего мира. И мы понимаем, с чем это связано. Поэтому вот это всё накопление определённых предпосылок для какого-то качественных изменений. Можно отмахиваться, но есть объективная реальность. Да, ты можешь закрыться в бункере и сделать вид, что у тебя ничего не касается. Но ты можешь из этого бункера потом и не выйти. Поэтому нет. Отмахнуться, конечно, можно. Сделать вид, что ничего не произошло, можно. Но произошло. Произошли очень серьёзные подвижки, серьёзные перемены. Особенно в настроениях и готовности к действиям. Вот это вот Путин должен понимать. Если говорить о том, что в США, и в частности о конфискации активов России в пользу Украины, о том, что была принята и Палата представителей Конгресса США, и в частности о помощи Украине, долгожданное решение, ещё не окончательно утвердительное, ещё не все уровни утверждены. Но, тем не менее, Песков уже успел сказать, что это обогатит США и разорит Украину. Вообще, каковы, на ваш взгляд, результаты будут от этой помощи? Насколько это ударит по Владимиру Путину? Александр Невзоров, я просто отмечу, его видео сейчас находится в трендах Ютуба. Он озаглавил его так, что это офигенные новости, Путин проиграл. Можно ли считать вот это решение проигрышем Владимира Путина? Тактическим проигрышем, да. Стратегическим может быть, но мы пока этого не знаем. Вот на тактическом уровне Путин проиграл, потому что Соединённые Штаты Америки показали всему миру, что они остаются в пуле, они являются главным союзником Украины, они готовы к решительной поддержке страны, этой страны, ведущей борьбу с путинским режимом, с путинской армией. Это да. Тут тактически Путин 100% проиграл. Проиграл ли он в стратегическом плане? Это покажет дело на фронте, и то, что последует след за этой помощью, в каком объёме, в каких масштабах, в каких видах вооружения она будет оказана. Украине катастрофически не хватает авиации. Мы это видим. Украине катастрофически не хватает средств противодействия ракетам, бомбам, самолётам и так далее и тому подобное. Будет ли компенсировано это, скажем так, будут ли компенсированы слабые звенья украинских вооружённых сил или нет, мы увидим с нами очень скоро. Поэтому тактически Путин проиграл. Я хотел бы здесь разделить два этих момента. Я, может быть, чего-то не слышал, не знаю, но я так понимаю, что российские активы не конфискованы и не будут конфискованы в ближайшее время. Они арестованы, масштабы арестов российских активов могут нарастать. И речь идёт о передаче в Украине не самих активов, что связано с тяжелейшими юридическими последствиями, а о передаче процентных доходов. Та часть активов, которая могла быть изъята и конфискована, это она уже сделана в основном-то яхты, там какие-то крупные объекты недвижимости, что-то такое, что можно было отнять у тех людей, которые там подозреваются в участии в совершении военных преступлений, в организации этих военных преступлений. Что касается активов, я могу ошибаться, вы меня поправьте, потому что вы сидите на новостной ленте, действительно ли принято решение конфисковать эти активы, я не слышал о конфискации, потому что это связано с изменением принципов функционерной мировой финансовой системы. Это очень хорошо понимают и в Европе, и в США, и везде. Они, конечно, могут пойти на этот шаг, но это будет шаг, связанный с серьёзными и тяжелейшими юридическими осложнениями. То есть не могут в демократическом мире делать законы избирательного действия. Законы принимаются там, которые должны действовать всегда, во всех смыслах, во всех отношениях, в отношениях всех субъектов и стран, и там не должно быть исключений. Вы меня поправьте, может быть, я чего-то и не знаю, может быть, я, как говорится, вчера ничего-то не дочитал, хотя я там сидел тоже в новостях и комментариях, но тем не менее. А военные полностью. Насколько я понимаю, что речь идёт именно о конфискации всё-таки, о законопроекте о конфискации российских активов, и, в частности, Песков уже тоже комментирует именно это с точки зрения конфискации замороженных активов России, в частности, и говорит о том, что, вот, если цитировать Пескова, хотя не очень бы хотелось, но тем не менее, по ТАСС я его цитирую, что придётся Америке заплатить за это, ответить за это, говорит Песков, за принятие такого решения о конфискации замороженных российских активов. В пользу Украины, насколько я понимаю, как там это будет происходить, это уже, наверное, детали, но тем не менее, в пользу Украины. Может быть, это пока ещё законопроект, он может носить сейчас так, в общем-то, характер разведки, разведки Боин, да? Потому что, смотрите, мы много раз обсуждаем эту тему, конфискации активов российского государства. Там очень много проблем. Следующие люди говорят, что, конечно, да, вот это можно сделать, но надо понимать, а это будет разрушение принципа всей финансовой мировой системы. Там и Россия главная, а там главные активы многих других стран, например, там Китай, Бразилия, Индонезия, многие другие страны и так далее, которые, в общем, находятся тоже в языком ситуации. И как бы это не вызвало отзык у этих финансов, мирового хаоса, финансового кризиса и так далее и тому подобное. Второе, что говорят, что в России есть достаточно западных активов, которые, в общем-то, тоже полублокированы. И в любой момент может произойти их блокировка и, естественно, обращение в доход путинского государства. И эта сумма сопоставима с российскими активами, которые есть на Западе. То есть там есть несколько серьёзных проблем, не уж не говоря, юридических проблемах, которые сдерживают от конфискационного варианта. Возможно, Запад разрешит, возможно, Запад решится на это. Я этого не исключаю. Но вот пока этот вопрос, на мой взгляд, он находится в состоянии дебатов, дискуссий, проработки вариантов и, так сказать, изучения вообще последствий этого шага. Вот это моё ощущение, моё понимание, мои беседы там с экспертами финансового рынка и так далее и тому подобное, они вот, по крайней мере, заявляют достаточно осторожно о возможности конфискационного сценария. Поэтому я не знаю, может быть, вы и правы, и, может быть, я что-то недочитал, недосмотрел за вчерашний день. Вполне не исключаю, что такое могло быть. Вот, ну посмотрим. Давайте мы дождёмся какого-то там понимания, более точного понимания, на что готовы западные коалиции в борьбе с путинским режимом. Да, надо ещё разбираться. Но действительно была дискуссия на этот счёт и довольно продолжается, судя по всему. И глава Европейского австрального банка, в частности, тоже на эту тему высказывалась и как раз не поддержала тогда ещё предложение Соединённых Штатов о конфискации замороженных российских активов. Опять же, она говорила и о нарушении международного права и о возможных последствиях, которые довольно существенны. Да, да. Там есть серьёзные опасения, они очень существенны, я бы так сказал, очень реалистичны. Вопросы, которые к вам приходят в нашем телеграм-канале. Геннадий Владимирович, вы лично надеетесь ещё вернуться на родину или всё-таки этот режим продержится дольше, чем мы думали? Такой вопрос от Виктора. Я готов вернуться на родину, помогать в проведении реформ. Меня очень смущает отсутствие опыта, хозяйственного, государственного опыта у многих наших талантливых, ярких политиков, как бы не ломать дров. Поэтому я с удовольствием вернусь помогать, корректировать ошибки, чтобы не было перегибов, чтобы мы вместе с грязной водой не выплеснули ребёнка. И я хочу это сделать, если у меня предоставится возможность. Как оптимист я сделал сталкивание на 25-й год. Может быть, я слишком тороплюсь? Уже скоро. Но мне почему-то кажется, что 25-й год будет последним годом путинского режима. Я не знаю, почему у меня есть такое ощущение, но он не знает. Может быть, я и ошибаюсь. В любом случае, конечно, я хотел бы вернуться в страну и насколько позволить силы, время, возможности, здоровье, я, конечно, хотел бы поучаствовать в проведении реформ, по исправлению ошибок прошлого, по формированию и по строительству в России нормального, цивилизованного, свободного, демократического и проевропейского государства. Вот если про ошибки прошлого, многие, конечно, спрашивают вас, ваше мнение о фильме, который выпустила ФБК, Мария Певчих, в частности. Георгий Сатаров, процитирую его, сказал «полная фигня». Что скажете вы? Больно обширная дискуссия вокруг фильма «Предатели». У нас был Станислав Кучер в эфире, он как раз отозвался об этом фильме, ну, по крайней мере, корректно и сказал, что там есть на что посмотреть, есть на чем подумать. Успели ли вы ознакомиться с первой серией? Да, да, успел ознакомиться, успел даже написать свою заметку, она там есть в Твиттере, она есть в Фейсбуке в моем. Вот, ну, что я могу сказать? Давайте мы просто сейчас рассмотрим объектив. Да, сам фильм, как фильм, сделан довольно интересно. Да, понятно, что это как бы плоское представление о прошедшей истории, без каких-либо попыток разобраться глубоко, ну, просто вот такая работа, вот. Ребята, смотрите, вот как оно всё было. Ах, ах, кто не знает, конечно, заахает. Я не против, то есть, работа-то, она может сделана талантливой и яркой. А теперь давайте посмотрим два простых аспекта. Первый вопрос, помогает это войне текущей? Нет. К сожалению, нет. Ни на что не влияет сейчас дискуссия о событиях 30-летней давности. Тем более, она, которая ведётся, ну, как бы, с позиции людей, которые... Ну, правильно сказал Шандерович, есть концепция, в концепции подбираются факты. В 90-х годах под любую концепцию можно подобрать любые факты, и всё будет выглядеть, например, либо так, либо прямо противоположно этому. Второй момент. Даёт это что-то, допустим, объединение усилий в общей борьбе с путинизмом? Нет. Наоборот, только сейчас вызвана ненужная дискуссия о том, какими были кто-то там 35 лет назад. Ну, 35 лет назад, извините, это больше... Это половина человеческой жизни всей. Вот, поэтому я вот сказал так, что... Если бы это была просто журналистская структура, ну, сказали, да, ребят, конечно, вы там правильно, может быть, разговор затеваете, он, может быть, давайте мы его сделаем более объёмным, там не всё так однозначно, он здесь, к сожалению, вынужден говорить эту фразу. Я жил в эти 90-е, не просто жил, а было гуще событий, поскольку моя компания, работавшая с 92-го года, безопасность была одной из крупнейших, важнейших в России. Я прошёл всё и видел всё своими глазами, и видел многие процессы. Вот, анализ политический в фильме неверный. Политический анализ. Я пытался мягко объяснить, что, извините за вращение, просрали ему страну в период между 3 и 4 октября и 12 декабря 1993 года. Если кто и виноват в том, что произошло, это те люди, которые либо готовили эту конституцию, хотя мне автор уверяет, что они совсем другой текст готовили, либо не предупредили общество о смертельной опасности этой конституции, промолчали с трусами. И когда была принята монархическая конституция под царя, создающая все условия для прихода диктатора, об этом надо было говорить. Я это понял, я не был в 90-х годах политики, я в эту политику пришел в конце 90-х, в 2000-м году, и когда я прочитал конституцию, у меня было такое впечатление, что я вернулся в похорон каких-то. Потому что я прекрасно понял, осознал смертельную опасность статей и устройства власти в Российской Федерации, которые заложены были в этой конституции. Подчеркиваю, смертельную опасность. И своей жене, когда я, первое, что я сказал, прочитав, закрыв конституцию, сказал, что маша стране капец. Ну, было бы сказано другое слово, более точное. И она сказала, что здесь что-то так плохо. Я говорю, даже хуже, чем ты думаешь. И начала я объяснять, что я прочитал в конституции, почему страна может быть обречена. Был небольшой шанс, что Путин не захочет использовать конституцию для обстановления диктатуры и монархии. Но, к сожалению, этого не произошло. Вот Ельцин не захотел или не смог. И поэтому, когда мы сейчас говорим о событиях, связанных с после 1993 года, это всё от непонимания политических процессов. Потому что точка вот этого вот коллапса, точка кризиса, точка краха российской демократии, неокрепшей, существовавшей менее полутора лет, а ну два года от силы, это вот принятие конституции на фоне расстрела парламента. Когда вместо диалога политических, в устране политической системы был использован принцип большевизма. Взяли в руки винтовку, или как там этот матрос-железняк вывез на сцену съезда Советов пулемёт и сказал, всё, расходись. Вот власть, так сказать, в этом пулемёте вся заключалась. И, кстати, верафильм, он тоже большевистский. Он может быть там не по какой-то там жёсткой форме. Но в целом вот эта бескомпромиссность, в целом вот эта вот неучёт многих реалий. Я могу сказать так, что в России не было более свободного периода, и периода, который давало больше надежд, чем в 90-е годы. Вот не было. Может быть, был период после 6861 года, когда было отменено крепостное право, и народ считал, что всё, вот теперь в России пойдёт по другому пути. Но не было более периода свободного и дававшего надежды, чем в 90-е годы. Вот это вот 100%. То есть масштабы и уровни свободы в 90-х годах были максимальными за всю многовековую историю России. Вот это тоже, что об этом надо говорить? Да, извиняюсь за выражение, просрали. Да, проиграли. Да, недооценили. Да, думали, что хороший Ельцин, дадим ему полномочия, чтобы не было больше двойной власти. Думали там те люди, которые находились в политике. Как-нибудь выправим ситуацию. Как-нибудь потом разрулим. Оказалось, что нет. Что Конституция такая штука, которая работает вне зависимости от фамилии, то, что на основу лица находящегося на вершине политического Олимпа. Вот когда я писал статью, я написал, что дали неограниченную, полную, бесконтрольную власть любому лицу, который становился президентом России. Любому. Ну, то, что Ельцин, ну да, но не захотел, не смог. Не был готов к восстановлению диктатуры. То, что номенклатурный характер, ворующий номенклатуры, преследующий номенклатурный, лгущий номенклатурный, был восстановлен. Это мы видели. Я эти видела процессы, когда работала в сфере безопасности. Я видел уровень нарастающей коррупции в МВД, в Кремле, в ФСБ появился. ФСБ вообще не было корруппировано. Ты какого-то года вообще, от слова вообще. Вот. А тут появилось все это. И все это пошло-пошло. Разъедание моральной нравственности, на разъедание принципов властной системы, приспособление ее под криминальные цели и так далее и тому подобное. И остановить это было практически невозможно, потому что власть была, подчеркиваю, узурпирована, фактически узурпирована еще в 1993 году. Почему никто не говорит, что Ельцин в 1996 году рассматривал два варианта? Если он не избирается, или если нет возможности избраться, нужно ввести военное положение. Военное положение. И те люди, которые находились рядом с ним, они, может быть, во многом виноваты, но они его убедили, этого не делать. Потому что диктатура началась в 1996 году. Могла начаться. Тут еще какой-то был шанс, какое-то что-то, чего-то. Какие-то попытки развернуть ситуацию. Но критическая точка это 12 декабря, до юра наступило, 12 декабря 1993 года. А фактические события, которые привели к этой юридической трагедии, это расстрел парламента 3-4 октября, это дело, которое до сих пор не расследовано, где там были горы трупов, которые вывозили на автобусах оттуда, и до сих пор это не расследовано. Кто там что применял, кто там кого расстреливал, кто убивал и так далее, и тому подобное. Но очень много людей там погибло. Я думаю, что сотни. Я думаю, что сотни. Моя оценка сотни, потому что я разговаривал с депутатами Верховного Совета, которые там были в этом здании, и пережили все эти обстрелы и штурмы. Поэтому я не хочу обиждать ФБК. Они ребята убеждённые, идейные, талантливые, умные, опытные, но не политики. Они не могли не понимать, что этот фильм вызовет огромный бурь разногласий. Это первое. Второе, я ещё на телевидении, когда меня ещё пускали на СНТ, я говорю, что там, знаете, встает какой-нибудь юноша лет 20 и говорит, а что вот вы лично сделали для того, чтобы вот он... И вот я всё время сравниваю это с реакцией. Я говорю, знаете, у меня такое впечатление, что вот вылупился цыплёнок из яйца и говорю, так, ну-ка все отчитайте, что вы тут делали. Ну-ка вы должны при этом все отчитаться, повиниться, так сказать, покаяться. Я вот появился на свет, ну-ка все мне отчитайтесь. Я не сравниваю, конечно, работу ФБК и молодёжи там с этой позиции, но вот такая позиция, она типична. Типична. И самый какой-нибудь крутой вопрос, на который невозможно ответить. А что лично вы сделали для того, чтобы сверкнуть Путина или там, чтобы не было Путина? И вот тут нужно рассказывать там многим всем свою жизнь. Ну, совершенно понятно, что это невозможно сделать. То есть человек, который вам задаёт вопрос, не сделал вообще ничего, но он, говорит, являет права, потому что вот он родился, вступил в жизнь, предположим. Он говорит, теперь отчитайся мне, ты отчитайся за всю свою жизнь, что ты негодяй тут делал, почему у нас так всё не очень здорово. Вот какая-то, какое-то определённое, так сказать, схожесть какая-то минимальная есть с этим фильмом. Ну, отчитайтесь нам все, что вы тут делали. Мы родились после 90-х годов и хотим знать. А мы считаем, что вы, так сказать, все негодяи и мерзавцы, все загнали страну в тупик, и вот мы вам проявляем эти обвинения. Да, конечно, имеет право любое поколение так действовать, право такое есть, но если мы действительно хотим разобраться, если мы действительно хотим избежать ошибок прошлого, если мы действительно хотим понять, что же нам помешало построить страну демократическую, мы должны вести спокойный диалог, изучая все точки зрения, все взгляды и привлекая к этому диалогу не только то поколение, которое родилось позже там, а вот сейчас появится новое поколение, скажешь, так, ВБК, а что вы тут делали? Почему у нас такой бардак? Почему у нас ненормальная Россия? Чем вы тут занимались все? Ты скажешь, они потеряют дар речи, потому что появится такое поколение, которое сейчас просит, мне как-то Дима говорит, мой старший сын, мы идем там, когда вот это было, помните, акция «Купай Абай?» Я говорю, ну, мы вот сейчас туда пойдем объясним, он говорит, слушай, ты ничего не понимаешь, мы уже, наше поколение, нам уже там говорят, типа, пошли нафиг, вы там импотенты ничего не сделали, а тогда этому поколению сколько там было лет, это было 12 лет назад, то есть ему было 30 с небольшим Дмитрием, а ты сейчас пойдешь, там, тебе уже 60 почти лет, и ты им будешь что-то объяснять, да они тебя слушать не будут, они тебя знать не знают, они вообще не понимают, так сказать, ничего, то, что они вот сейчас охвачены эмоцией своей правды, они, вот мы пришли с Яшиным, они с Яшиным пришли, к нему раньше, так нам, говорят, такое там предъяву выкатили, что мы там и сдали страну, что мы там и крымлёвские там всякие пропагандисты, и чего там только нам не наговорили, просто там были пацаны там 16, 17, 18 лет, которые там, ну, на 14, на 15, на сколько-то лет были моложе, чем Дмитрий и Илья Яшин, и они там тоже приложили, типа, вы такие же казны, как и все прочие, ну, мы все равно пошли, конечно, все равно там общались, все равно говорили, но вот надо понимать, что придет новое поколение и спросить по БК, вы что делали-то, почему вы все допустили, как вы могли там позволить убить Навального, как вы могли позволить всех посадить по тюрьму, как вы могли, так сказать, прекратить сопротивление, почему там не было призывов к подполью, почему там еще чего-то, ну, там и будет вот так с ними, точно так же, значит, и это будет такая реакция цыпленка, погибшаяся из лица, и значит, чтобы все перед ним отчитались, о пройденной жизни, и допущенных ошибках. Здесь, если мы хотим действительно понять, что делать с Россией после войны и после Путина, подчеркиваю, потому что после войны не означает, что после Путина, а вот после Путина, это нужно серьезный анализ, серьезный, взвешенный анализ, без обвинений, без оскорблений, без попыток хайповать, сделать пиар и так далее, это мое мнение, ничего не хочу сказать, конечно, еще раз подчеркиваю, ФБК играет и сыграл огромную роль в борьбе с путинским режимом, вне всякого сомнения, заслуги их чрезвычайно велики, истерика и жестокость режимов преследований ФБК чрезвычайно из-за предел, мы это видим, но это не означает, что этот фильм является истиной в последней инстанции, и я считаю, что он появился, ну вот опять-таки, в свое время, не свое время, мы имеем право, но вот этот фильм, вот именно в этом ключе, мне кажется, он не своевременный, он порождает очень много разногласий, вместо того, чтобы сейчас формировать широкий фронт борьбы с Путиным, вот в чем успех, допустим, той же Польши, той же Чехии, они объединили широчайшие народные фронты, это вот конец 80-х годов, и только так они победили, они объединили и бывших своих оппонентов, и своих друзей-товарищей, и единомышленников, они объединили всю нацию, и нация смогла исправить ситуацию общим усилением, и там не разбирали своего чужого, и так далее, то же самое сделал Гавилов, ну, возглавил народный фронт Гавилов, вот эти народные фронты, это широчайшее объединение, коалиционное объединение, в которое входили и бывшие, так сказать, там сотрудники, бывшие, так сказать, члены коммунистических партий, и администрации, и так далее, они построили демократию, потому что нация осознала необходимость этого, и нация не стала раскалывать людей, там, на первый, второй, третий сорт, там, и так далее, и вот эти широкие коалиции, широкие народные фронты, и были движущие силы демократических революций в Восточной Европе, вот мы должны понимать, что именно коалиционное объединение, объединяя нацию, можно победить, но не раскалывая, к сожалению, фильм вызвал больше разногласий, противоречий, нежели объединительных процессов, это вот точно, это вот даже вот факт, это даже не предположение, больше споров, нежели объединения, намного больше споров, и это не есть хорошо в текущей ситуации, которая критическая, по большому счету, и для войны, и для будущего России, и для всего прочего. Ну, если говорить еще об одном расследовании ФБК, тоже довольно критикуемое сейчас, в частности, об этом писал и Александр Плющев, и Антон Орех, такие журналисты, про мэра Орска, не знаю, насколько вы были знакомы, знакомы с этим расследованием, точнее, про сына мэра Орска, который дорогостоящую квартиру себе приобрел в Дубае и живет в Объединенных Арабских Эмиратах, ну вот, как раз я процитирую просто Плющева, потому что там вы тоже упоминаетесь, не знаю, видели ли вы это или нет, но где какие-нибудь доказательства того, что полученные за продажу жителей Орска деньги от мэра пошли сыну? В ролике есть упоминание о каком-то чопе мэра, но, в общем, тут очень долго, ну, например, пишет, пишет также Плющев, помню, что у отца и сына Гудковых тоже какой-то был чоп раньше, разве это основание, чтобы их коррупционерами считать? Ну, просто объясните, где здесь коррупция, в чем она может быть? Ну, в общем, критикуют за отсутствие фактов коррупции, это расследование, ну, может быть, автором расследования она очевидна, но Плющева, в частности, нет, что скажете вы? И был ли у вас чоп, кстати, с сыном? Слушайте, ну, у меня был не чоп, у меня была крупнейшая и лучшая в России компания в области сферы безопасности, лидер российской индустрии безопасности, которую мы создали с нуля, без всякого административного и должностного ресурса. Компания была создана в 1992 году, когда майор Гудков покинул службу без всякой пенсии, без всяких там привилегий, льгот и наград. Но награды были, льготы и привилегий не было. И вот с 1992 года за 20 лет создали компанию. Я пришёл в Думу, будучи успешным предпринимателем. Не наоборот. То есть тут вопрос, тут есть подозрение на коррупцию. Потому что что вперёд? Сначала ты становишься успешным предпринимателем, потом ты идёшь в область или там, не важно, занимаешься какую-то должность. Или сначала ты занимаешь должность, а потом вдруг становишься невероятно успешным талантливым предпринимателем. Я не знаю, что там у мэра Ворска произошло. Сначала ли он стал, отец стал его мэром, а потом сын оказался талантливым предпринимателем. Мы же нам с вами знаем, что у нас у высших должностных лиц России необыкновенно талантливые бабушки, мамы, родители, любого лица, жёны и так далее и тому подобное. Правильно? Сразу сыновья, дети, они вдруг становятся невероятно талантливыми предпринимателями, как только папа занимает какую-то должность. Тут есть намёк на коррупцию, но мы не знаем с вами детали, поэтому, конечно, если мы кого-то обменяем, мэр Ворска, надо провести хронологию, посмотреть, был ли этот сын до папы мэром, когда стал нормальным предпринимателем с доходами, или он стал после. Потому что, если он стал после, то тут возникает вопрос. Весь бизнес в России не может работать без, ну, скажем так, хотя бы нейтральной, благожелательной реакции власти. Это я вам говорю, как человек, который провёл, руководил компанией больше 10 лет. Ну, 10 лет в 2001 году странно-депутатом. Практически 10 лет руководил компанией лично. Вот, надо просто посмотреть. Это несложно было сделать и, как бы, провести хронологию. Если действительно папа сначала стал мэром, а сын тоже стал успешным предпринимателем и заработал деньги, тут есть, конечно, серьёзные подозрения о возможной коррупции или возможном протежировании административных позиций бизнеса. Потому что, когда у нас кто-то становится мэром, тут же появляются какие-то ангажированные с ним компании, которые начинают за большим тарифом вывозить мусор, обеспечивать безопасность, там, системы безопасности, что-то там клинингом заниматься, ещё там поставками чего-то, то сразу проставить коррупционными схемами мэрская должность. Предположим, я такие часто встречал в своей жизни случаи и хорошо знаю. Поэтому вот здесь, наверное, надо было просто дать более чётко этот материал и чтобы было понятно, если действительно папа стал мэром и был, допустим, каким-то должностным лицом, а тут сын неожиданно сделал взлёт в бизнесе, тут есть явные подозрения, что это не просто так. Есть явные подозрения, что не просто так. Вот, а то, что у нас была, мне и моей семье принадлежала лучшая российская компания в области безопасности, кстати говоря, которая долгое время работала с лидером мировой безопасности Группфон, это же можно в любой Википедии, в любом, так сказать, поисковике найти. Это как раз не является секретом. Просто я с 92-го года до 2001-го года был успешным предпринимателем. Успешным предпринимателем, и не просто предпринимателем, а представлял компанию, лидирующую на рынке безопасности. Вот поэтому тут надо просто действительно более объективно было подойти и дать вот эту фактуру. Но подозрение в коррупции может быть, поскольку если папа стал должностным большим лицом в этом регионе, а сын вдруг заработал денег, это может быть. Но надо было определить пруфы. Тут, конечно, Саша Плёщев абсолютно прав, как говорится, надо было доделать уже до конца, чтобы это было звучало четко, солидно, убедительно, и, как говорится, трудно было спорить с этим. Ну вот, что вы делали до конца, так это то, что у бывшей жены Владимира Путина отобрали роскошную виллу, насколько мы понимаем, на Лазурном берегу Франции. Значит ли это еще, что есть какие-то попытки как-то задеть Путина через связанных с ним людей, на ваш взгляд? Ну, вот, опять-таки, мы с вами должны рассказать правду о вилле или там Путина очередно, как теперь говорят. Это действия, безусловно, французских властей, но эти действия были инициированы полтора года назад российскими расследователями, Владимира Сечкина или там других товарищей, которые нашли эту виллу, которые заявили о необходимости действия власти, власти запустили этот процесс, Франции, да вообще во всех странах демократия жуткая бюрократия, вот в странах демократии жуткая бюрократия, жуткая. Она выхолачивает ценность политических решений, которые принимаются, они принимаются решения относительно быстро, а вот бюрократия действует на выполнение и исполнение этих решений годами. Я думаю, что это большая беда, это нужно что-то разруливать в этой ситуации, иначе бюрократия угробит демократию когда-нибудь, наступит такой момент. Поэтому вот это полтора года шло бюрократическое волоке, бюрократическая процедура по вот этой даче, по вот этой вилле. И вот сегодня это произошло не потому, что кто-то решил уесть Путина, там, отомстить ему или там что-то, так сказать, как вы сказали, задеть его, какое-то слово сказали хорошее. Вот. Это произошло в результате вращение вот этого маховика государственной власти Франции. Это могло случиться полтора года назад, могло случиться полгода назад, год, там, надо, но это случилось сейчас, потому что так медленно, не спеша работает бюрократическая система органов Франции, так медленно работают там суды. Вот они сейчас только приняли решение, не потому, что там приурочили дню рождения или там Путина, или дню России, или там какому-то событию еще, это просто вот у них такая процедура. Да, иногда бывает, что там силой воли ее заставляют какие-то принимать быстрые решения, но это крайне редкий случай, потому что бюрократическая система Франции, она посылает всех, включая президента. Скажут, да, мы вас очень любим, но у нас есть процедура, тогда, пожалуйста, давайте нам другие бюджеты, другие ставки, другие зарплаты, и мы будем работать день и ночь восполняем ваши указания, а мы делаем то, что нам положено, процедуру закона, и закон выше вас, господин президент. И президент говорит, ну да, я что-то погрешился, ну я утрирую, но это так, это так, вот я наблюдаю бюрократическая система Франции, префектура способна послать любую инстанцию, куда положено, и никто ей ничего не сделает, вот, понимаете, вот, пишут, я на своем примере, пишут, допустим, серьезное, важное должностное лицо, просим вас ускорить какие-то документы, вот такой-то человек идет у нас в списке президента, он там тот, 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 нам необходимо решить такие-то задачи, они пишут, окей, вы знаете, мы делаем все возможное, но у нас есть процедура, и мы ее исследуем, и все, может быть, они ускорят что-то там, положено, они могут сделать это на 6 месяцев, они могут сделать это за 5 с половиной или за 5, но это будет вот так, и поэтому вот эта дача, она результат сложной судебной бюрократической процедуры, сейчас получилось, не потому, что там приурочили к ПАСЭ, приурочили к решению Конгресса о помощи, это вот так вот работает бюрократическая система, но она работает, вот надо отдать ей должное, она работает, она выносит решение, вот сейчас это решение о даче Людмилы, ну не о даче, а вилле Людмилы Путины, я посмотрел, есть ли там четыре этажа, если правильно, не знаю, такая дача, такая вилла может стоить от 10 до 30 миллионов евро, евро, дмитрий Муратов встречался с имманулем Макроном, вы, кстати, с Муратовым не встречались, после этой встречи, знаете, о чем вы говорили, я с Муратовым не общался вот в ближайшие последние там какое-то время, ну хорошо, что он встретился, хорошо, что вообще Макрон показал это, понятно, что это было сделано достаточно аккуратно, Муратов живет в Москве, он все-таки лауреат Номерской премии, и он вынужден соблюдать, как бы, так сказать, правила диалога, ну, будь вот те ограничения, которые накладывает режим, но в любом случае это хорошая встреча, я думаю, что, я надеюсь, что у нее будет продолжение. Возвращая, то все-таки, наши зрители упоминают то, что вы говорили в одном из интервью украинскому каналу про аварию, где была жена Владимира Путина и сам Владимир Путин в Финляндии, что это за история, если вы готовы рассказать снова, возможно, вы вспомните, что... Ну, я ее слышал со слов, я никогда ни глубоко не интересовался, не считался возможно позволить каким-то личным семейным обстоятельствам Владимира Путина. Мы просто рассказывали людям, которые его знали по Питеру, что они там, работая в Питере, с супругой ездили в Финляндию, и где-то там на какой-то дороге что-то там произошло, какая-то авария, в которую попал Путин с женой. И жена там получила какие-то там травмы, там летилась долго, там приходила в себя, и, как сказали люди, Путин чувствует перед ней как бы свою вину вот такую моральную, что, ну, вот он не смог там что-то предотвратить этот аварий, справиться, то ли с управлением справиться, то ли там найти правильное вот это в доле секунды решение, и в результате жена намного больше пострадала, чем он, и поэтому, как вам сказали, что он испытывает, ну, вот такое чувство вины. Вот, а то, что там авария повлияла на ее состояние здоровья, по крайней мере, многие об этом мне говорили тоже. Ну, я думаю, что это бытовая история, ничего тут в этом нет, ничего политического. Ну, вот вспоминается, конечно, Никобаева, кстати, интересно задать не те вопросы даже, которые зрители задают о ней, а я посмотрела ее Инстаграм просто, и интересно, что там дублируется на трех языках ее послание, я понимаю, что от ее лица кто-то ведет ее Инстаграм, да, и там дублируется на китайском, на английском и на арабском. Как вам кажется, кстати, почему арабский, если у вас есть предположения? Там такой довольно... Я правда не знаю, какое послание Алины Кобаев. Нет, нет, там разные, там ее участие в различных фестивалях художественной гимнастики, не более того, там, как правило, политики мало, но политика так или иначе переплетена с этим всем, ее фестиваль Алина и так далее. Но везде она тренирует, но ее комментарии, которые она посылает своим воспитанницам, они дублируются на английский и в том числе в комментариях на арабский и на китайский. В этом есть какой-то смысл, как вам кажется, арабского языка для Алины Кобаевой? Ну, не знаю, но если мы говорим сейчас о тех странах, с которыми Россия ведет какие-то еще общения, то это, конечно, арабские государства, они особенно активны, в стране говоря, при посредственных операциях, как посредники, в том числе при процессе обмена пленными и так далее, многими другими. А Китай, который, конечно, поддерживает Путина, все равно, как мы с вами говорили, объективно будет его поддерживать, может быть, не так, финансами и комплектующими для войны, но все равно, все равно, он не хочет праха Путинаского режима. Ну, арабские страны, Китай, ну, английский понятно, английский международный, главный международный язык. Не знаю, ну, наверное, наверное, это как-то отражает предпочтение российского политического эстеншнента, потому что злые языки утверждают, и это озвучил Марк Фигин в своем эфире день рождения 40-летия Кабаева три дня отмечала шесть семей Алина Кабаева, Владимир Путин, там, Ковальчики, Тимченко, Готенберги, там, Сечин и кто-то еще, там, шесть семей. То есть, значит, все-таки там связи прочные, Владимир Путин, Алина Кабаева. Мы не знаем какого уровня, что там, чего, но прочные связи есть, если Путин присутствует там до дня на 40-летие Алина Кабаева. Вот поэтому, видимо, она тоже возражает какие-то вот эти политические предпочтения российского Кремля, раз там арабский и китайский. Не французский, не немецкий, не какой-то еще европейский язык, даже не японский, а китайский. Хотя в Японии мы знаем тоже очень сильно растет гимнастика, и там японцы много раз показывали предподающиеся достижения в мировой спортивной гимнастике. Ну, уже в завершении вас надо отпускать. Я задам вопрос от Веры. Как вы оцениваете старт Юлии Навальной? Ей удастся собрать оппозицию под одно крыло или будет, как Алексей, работать обособленно по мнению Веры? И почему, имея общего врага, оппонентский режим, российская оппозиция такая разобщенная, не сговорчивая друг с другом? Спасибо вам за ответ. Спасибо вам за ответ. Сложные вопросы. Я не знаю, как коротко ответить на нее. Первое. Станет ли Юлия Навальная лидером российской оппозиции? Зависит в первую очередь от Юлии Навальной. У них есть потенциал, но сам в себе потенциал без работы, без усилий, он может быть не реализован. Со своей стороны многие группы российской оппозиции предложили Юлию совместную работу, совместную борьбу, объединить усилия и так далее, и тому подобное. Послали сигналы, весточки, написали. Вопрос сейчас у Юлии самой. Насколько она к этому готова? Пока мы видим, что она ограничилась, ограничилась пока на сегодняшний день делами ФБК, серьезными, важными политическими встречами, но была встреча с Байденом, была встреча с рядом других высокопоставленных должностных лиц. Она делает правильное заявление, говорит правильные слова, но вот рабочего диалога пока вот, ну, пока, пока такого системного нет, к сожалению. Будет, не будет, не знаем, мы надеемся, мы надеемся на лучшее. Это вот первый мой ответ в отношении Юлии Навальной. У них есть потенциал, захочется, может она реализовать, это зависит в большей степени от нее. Мы к этому готовы. Что касается несговорчивости российской оппозиции, то тут вопрос следующий. Я, наверное, этим очень долго думал и хочу сказать, что когда там на Западе упрекают, что российская оппозиция не объединяет, что нет субъектности, я думаю, что это в некотором степени лукавство. Они, если бы захотели, все это возникло бы. Они знают, с кем можно сотрудничать, с кем можно и нужно разговаривать. Не такой большой уж у нас перечень лиц, понимающих, знающих, готовых сотрудничать, работать и так далее. Я имею в виду известных людей. Но Запад не хочет этого дела, потому что они еще пока не определились с Путиным. Поэтому вот это вот такая лукавая отговорка. Но вы там объединяйтесь, а мы там посмотрим. Это для того, чтобы... Потому что я вам задаю вопрос на Брюссельской конференции евродепутату известному. Я говорю, вот рассматривайте Путина в качестве любого контрагента по переговорам о мире, об обучении войны и так далее, и тому подобное. или все-таки вы вычеркнули его из списка людей, с которыми мы готовы садиться за одиннадцатого переговора. И мне отвечают вот прямо на весь парламент, что, вы знаете, господин Гудков, мы как политики будем действовать, исходя из реально сложившихся политических обстоятельств в будущем. И когда мы вот увидим с вами все эти колебания, шевеления вот этих политических властей, в том числе Европы, почему не встречаются российские оппозиции? лидеры. Вот я встречался с Меркель, я встречался с многими министрами иностранных дел, когда у них было понимание, что делать. А у них сейчас понимания нет. И поэтому они на всякий случай говорят, ну вы там, ребята, организуйтесь, вы там соберитесь, вы там что-то предложите, а мы подумаем. Они просто не готовы. У них нет решимости вычеркнуть Путина из своего сознания и начать работать на будущее России с теми людьми, которые готовы с ними в этом отношении двигаться дальше. Поэтому тут не совсем и может быть даже вовсе не вина российская оппозиция за рубежом, что у нас нет системного диалога пока еще такого серьезного, он появляется отдельной формы, но такого системного разговора с Западом в виде их высокопоставленных высших должностных лиц. Вот Макрон показал, опять что да, я готов с русскими встречаться, но с кем? Муратов. Да, очень уважаемый человек, лауреат Нобелевской премии. Да, человек, живущий внутри, он журналист. С ним мы встретимся. Можно было встретиться со всей российской оппозицией за рубежом. Все приехали в Париж. И такие предложения звучали. Макрон не знает. Ну и что? Нет. Потому что надо определиться все-таки что мы делаем с Россией. Надо определиться что мы делаем. А вдруг нам придется с ним разговаривать. А вдруг нам придется с ним о чем договариваться. Он скажет, так вы же со мной не хотите с этим мерзавцем негодяем предателями родины общаетесь. Как я могу с вами садиться за один стол? Вот отсюда тоже растут ноги всего того, что мы с вами видели. К сожалению. Я надеюсь, что эта позиция поменяется. Но к сожалению, два года пока еще понимания, что на Путие надо ставить крест. Такого понимания в Европе пока нет. Отсюда все проблемы. Но это моя точка зрения, она может быть ошибочной. Ну что ж, мы благодарим вас за то, что нашли время сегодня с нами поговорить. Всего вам доброго и до следующего раза. Спасибо. Удачи. Геннадий Гудков был на прямой связи с Грэмом.